Что, вспомнила, что такое русская зима? Это тебе не на пляже с кокосами лежать? Это да, вот одета я сейчас точно не по сезону. Знаешь, я когда лежала на пляже, вот в одной руке кокос, в другой панамка, солнцезащитный крем, я подумала... А можешь еще побольше рассказать, как ты лежала, чтобы я тебя прям здесь и задушила? В общем, я подумала, наверное, здорово покупать зимнюю одежду у русских дизайнеров, потому что они-то знают, какая у нас сложная погода. И клево было бы, если бы этих дизайнеров было побольше. Лиз, именно поэтому у нас сегодня очень интересный гость. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, Надя. Здрасте. Здрасте. Друзья, это Ольга Зонова, вице-президент по продажам косметической компании «Эйвен». Совместно с «Эйвен» Дисней запустил новый проект «Модная академия», о котором вы наверняка уже знаете. Участники уже выбраны. Их ждет столько всего классного. Специальный курс обучения, знакомство с крутыми профессионалами из индустрии моды, мастер-классы, творческие задания. А победителю достанется супер-приз – возможность создать собственную коллекцию одежды для каталога «Эйвен», которая будет продаваться по всей России. Кстати, Ольга и Надя вошли в состав жюри. Поделитесь вашими ощущениями. Сложно было принимать решение и выбирать, кто будет участвовать в этом конкурсе? Ну, вообще для меня очень сложно. Я думаю, Надя же согласится, потому что выбор был огромен. Очень много работ представили дизайнеры. По-моему, было около 300 в целом заявок. В финале уже участвовали 30 претендентов. И, конечно, выбор был сложный, потому что у каждого была какая-то уникальность, изюминка. Оль, какими должны быть вещи, чтобы понравиться большой аудитории, но с разными вкусами? Тут, мне кажется, все очень просто. Конечно, дизайнер может создать какую-то супер-дизайнерскую коллекцию, даже эпатажную коллекцию. Но не каждая девушка любит и хочет экспериментировать. Все-таки вещь должна подходить ежедневной жизни, сочетаться с другими элементами гардероба. В то же время должен быть какой-то элемент эксклюзивности и такой угадывается дизайнерский почерк, чтобы она выгодно отличалась от таких же коллекций в магазине. Ну и второе, что, наверное, уникально для именно нашей компании. Мы все-таки продаем через каталог и онлайн. У женщины нет, и у девушки нет возможности померить. Поэтому вещь должна не очень сильно подчеркивать фигуру, такой изи-фит. Оверсайз — это сейчас совершенная тема, поэтому должно быть платье многоразмерное. Это, наверное, второй такой важный момент. А еще я надеюсь, что дизайнеры в модной академии будут шить теплую одежду. А то у вас в этой вашей Москве холодно очень. Сейчас бы я тебе ответила, в вашей Москве холодно. Сразу видно, кто работает, правда, по цвету лица. Видите, да видите, да видите. Для тебя так уж и быть. Будут не только теплые вещи, но и красивые. Класс. А я еще вот что хотела спросить. Какие задачи будут стоять перед участниками модной академии? На призовом этапе участники должны будут создать коллекцию, которую потом мы разместим в наших каталогах. Конечно же, эксперты в мире моды будут давать им всяческие советы. У участников будет много соревнований, челленджей. Но, конечно, все я не раскрою. Одно из главных условий участия в конкурсе было вдохновиться героями Дисней. Вот вы, когда выбирали участников, сразу понимали, какими героями Дисней были вдохновлены образы? Мы очень обращали на это внимание, но, так скажу, не всегда было понятно. Я помню одну коллекцию, где очень прям выигрышные были элементы использованы. Уши Мики. Угадали сразу. Угадали сразу. Оль, предлагаю в связи с этим поиграть в одну игру, которая называется «Герой» или «Не пойми чего». Сразу видно, кто придумал игру, правда? Да, это твоя игра. «Не пойми чего» называется. Значит, я показываю картинку, элемент точнее, а вы должны угадать, герой это или «Не пойми чего». Так, очень сложное задание. Ну, вот у меня тут два варианта. Либо это звездная принцесса Бутерфлай, либо это часть какой-то Белоснежки Семь Гном. А вы думаете, это часть платья? А, это Пиноккио, это Пиноккио. Следующая картинка. Так, это может быть везде. А мне кажется, что это подарочный бант. Может быть, это бантик мини? Мне кажется, это бантик на подарки. Мне кажется, Ольге кто-то подсказывает ответы. Нет, невозможно вообще так угадывать. Оль, в чем секрет? Интуиция, внутренняя интуиция. Ой, это... Да, это Микки Маус, да, это точно пуговки Микки Мауса. Так. Я опять Олю угадала. О, это мой любимый мультфильм, я сразу угадала. Это Немо. А я точно знаю, что это звездная принцесса Бетерфляй. У меня сын обычно с нее начинает свой день. Да, это она. Та-дам! Да как это возможно? Это неизвестно что, это торт. Да как? Как? В смысле? Объясните мне, как это работает? Ольга, может быть, у вас есть какие-то экстрасенсорные способности? Абсолютно. Подождите, давайте вот так. Вот точно. Вот так Лиза на руках сгорела. Ну нет, серьезно. Как вы угадали? Вот это я точно, наверное, герой, но не могу определить, какой. Вот тут все. Все. Вот и настал этот момент. Ну-ка, давайте посмотрим. Я считаю, что это не пойми чего. А нет, это совсем пойми чего. Сама ты не пойми чего. Я не верю, что вы так быстро и четко все это угадали. Это невозможно. Я думаю, что это годы тренировок с одним ребенком, со вторым и любимые мои мультики. Заказывает, что Дисней живет вечно. Абсолютно точно. Классная получилась викторина и полезная, особенно для участников модной академии. И вообще, я им советую не пропускать нашу программу. А я советую никому не пропускать нашу программу. Увидимся ровно через неделю. Пока! Пока! Пока!